Всех приветствую на своем канале. Сегодняшнее видео начинаю с мотивации на уборку. Сегодня решила прибраться в комнате. Совсем недавно я делала генеральную уборку, поэтому сегодня будет такая небольшая еженедельная уборка. Хочу протереть подоконник, потому что когда поливаешь цветы и какая-то грязь скапливается, плюс кот у меня очень любит туда бегать, поэтому от него там есть и волосы, и отметки лап. В общем, вот это сегодня хочу все протереть. Ну, заодно полью цветы, и, кстати говоря, орхидею, которую я покупала не так давно, по-моему, в ноябре или в октябре, она у меня пока живет хорошо, и надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Правда, она цветает, я жду, когда все цветы опадут, чтобы ее пересадить. Вот, включила себе на телевизоре расслабляющую челлаут музыку, вот с такими видами морскими, с такой красотой. И я очень часто люблю так делать, пока убираюсь, эти видео меня прям мотивируют на уборку. У меня тут в кадре черный стул, не обращайте внимания, он весь волосатый. Это стул Цезаря, он там любит сидеть и на нас смотреть. В общем, если убрать этот стул, он начинает ломиться в мой шкаф с одеждой и хочет там поспать. А когда стоит этот стул, вроде как он на нем сидит и ничего такого не требует. А я решила сегодня также протереть принтер, это рабочий мой принтер, и на нем вот тоже лежат черновики. В общем, это издержки работы на дому, удаленной работы, потому что хочешь не хочешь, какие-то документы, посылки, плюс вот этот принтер, зарастает пылью очень быстро, поэтому решила сегодня немного разобрать весь мусор, что на нем, выкинуть какие-то черновики, которые мне больше не пригодятся, ну и привести его в божеский вид. И никак не дойдут мои руки записать обзор своего пылесоса, потому что это просто чудо-вещь, я ему очень довольна. Он уже практически, наверное, больше года у нас, и я прям каждый день ему радуюсь, так же, как и посудомойки. Это мой самый верный помощник. Пока делала уборку, заказала параллельно продукты, привезли мне из Кусвилла. Здесь часть на мой день рождения, который будет уже в эту субботу, и часть на новогодний стол. Заказала хлеб, как обычно, с семенами льна, очень-очень вкусный, нам прям нравится. И всегда привозят очень даже свежий хлеб, а вот если пойти в магазин, то там такого свежечка не найдешь. Также заказываю вот этот сыр. Есть еще фирма другой такой же сыр, но тот мне показался вкуснее, чем этот, но все равно тоже сыр очень вкусный. Взяла нарезку колбасы, тоже беру уже не первый раз, очень тонко порезанная, три вкуса, очень нравится нам. И вот такое масло сладко-сливочное, несоленое, тоже 100 грамм. Конечно, стоит недешево, по-моему, в районе 130 рублей, но нам очень понравилось. Как всегда, молочный шоколад манго к чаю. Взяла также на салаты крошку пармезана. Я его уже брала раза три, мне он тоже нравится и по консистенции, и по вкусу, прям реально похож чем-то отдаленно на пармезан. Также на Новый год хочу приготовить салат с морепродуктами и взяла гребешки. Здесь 400 грамм, по-моему, и стоили они 830 рублей. Но кто не пробовал, советую попробовать. Они очень-очень вкусные, с таким сладковатым немного привкусом. Но в салате, если поджарить на сливочном масле, они очень-очень вкусные. На день рождения буду запекать семгу, и вместо картошки на гарнир взяла спаржу. Она замороженная, буду ее немного обжаривать тоже на сливочном масле, на сковороде. Добавлю немного воды, и она с таким ореховым немного привкусом, ну, чем-то отдаленно, похожа на стручковую фасоль. Только, мне кажется, гораздо вкуснее. К рыбе просто идеальный вариант. Захотелось чего-нибудь вкусненького, и как-то мы уже заказывали торт Наполеон. А я вообще не любитель Наполеона, но этот Наполеон — это просто нереальная вкуснятина. И, кстати говоря, если верить составу, то состав тут вполне даже идеальный. Ничего лишнего, в принципе, нет. У нас уже вечер. Ходила я сегодня опять на лечение зубом. У меня все скопилось, все дела. И потихоньку я занялась, в общем, зубами. В предыдущем видео рассказывала, как удаляла зуб мудрости. Сегодня вот ходила на лечение. В клинику недалеко, в принципе, от дома. Два километра где-то. Туда я на такси, в общем, поехала, чтобы успеть. А обратно уже добежала пешком. Ставлю вам кадры из больницы. Хожу я в платную стоматологию. Да, лечение, конечно, обходится не супердёшево, но я считаю, что это того стоит. Потому что с детства у меня какая-то боязнь стоматолога. Сколько страхов, сколько боли, сколько нервов я потеряла, когда раньше ходила по государственным поликлиникам. Плюс нужно очень долго сидеть в очереди. Я не располагаю таким количеством времени. Поэтому считаю, что лучше записаться к определённому времени. Ты к этому времени приходишь. С тобой по-человечески разговаривают. Такое отношение хорошее. Я бы не сказала, что это как-то не от души, не искренне. Вот именно, что люди выглядят реально добрыми, светлыми. И очень хорошо делают свою работу. Плюс ко всему, что очень важно, мне кажется, там всегда играет такая расслабляющая музыка, пока ты ждёшь приёма. Всё чисто. Вот даже ёлочку поставили к Новому году. Современное всё вот это оборудование, кушетки. Я первый раз, когда ходила на лечение, мне казалось, что я прям чуть не заснула. Но настолько всё расслабляюще так делают, так аккуратно, то, что ты даже забываешь, где ты находишься, и можно реально спокойно заснуть. К тому же вот эти кушетки такие настолько удобные, что реально как будто ты лежишь где-то в облаках, и с тобой не проводятся эти неприятные процедуры. Вот, напишите в комментариях, интересно, как и где вы лечите свои зубы. Ну а я потихоньку готовлюсь к своему дню рождения. Хотели завтра, немного заранее, потому что никак не получается по графику, съездить в аквапарк. Обязательно я сниму для вас обзор, кому-то будет это явно интересно, потому что в аквапарк у нас приезжает большое количество людей из ближайших регионов, и Казанские, я думаю, ещё не все были. Вот, я сама там не была уже, наверное, лет 10, так точно интересно посмотреть, что изменилось, какая обстановка. Ну и вас тоже сориентирую. А день рождения у меня будет в субботу, 24-го. Буду готовить тоже праздничный стол. Поснимаю для вас, что в итоге получится, что буду готовить. Будет один новенький салатик. Я нашла рецепт, хочу его попробовать. Ну и, наверное, на этом будем прощаться. Всем всего хорошего, удачи, позитива, добра. И пока-пока, увидимся в следующих видео.